Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачао-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Экологической безопасности было посвящено совещанию в прокуратуре Карачао-Черкесии. Участники встречи говорили о сборе сточных вод. К доброй помощи военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, подключились предприниматели администрации районов. Необычная находка обнаружена в Черкесске в Центральном парке в ходе реставрационных работ. О предложениях археологов и краеведов репортажа «Вестей». Благодарю тебя, жизнь! Забавный сундук. В Доме печати составилась презентация книг Ахмеда Шорова и Салтахана Аджикова. Использование охраны водных объектов республики, правонарушения в сфере водопользования. Эти и другие темы обсудили сегодня на кругом столе, который прошел в прокуратуре республики. Подробности у Али Баташева. Карачаево-Черкесия богата уникальными водными ресурсами, но их использование часто совершается с нарушением закона. Сброс сточных вод в реке – одна из главных проблем, угрожающих экологической безопасности республики. Проверки прокуратуры, надзорных органов и Министерства природных ресурсов выявили ряд нарушений в сфере водопользования. Из проблемных у нас Кавказ-Цемент. То, что касается сбросов из проблемных в Рубский ГОК. Значительная часть водоканалов, в первую очередь у Кажика Хазельничукского района, практически без очистки сбрасывается. Похожая ситуация в водоканал города Карачаевска. Это из таких из острых. С этим контингентом работаем постоянно. Это постоянная фиксация превышений при сбросе, соответственно, принятие административных мер и предъявление ущерба взысканию. Так, жители Зеленчукского района получают воду практически без очистки. У ЖКХ района на грани банкротства. Штрафы не выплачиваются, ремонта водоканала не производится. Совместными усилиями нескольких ведомств были приняты меры. В прошлом году, в конце сезона, с прокуратурой Зеленчукского района, администрацией Зеленчукского района, администрацией сельского поселения, что сделали? В общем-то, забили колодцы, да? Вот. И заставили все гостиницы, гостевые дома сделать либо выгребы, либо септики поставить, для того, чтобы как-то эту проблему решить. Мы активно работаем с органами исполнительной власти, правоохранительными. Более того, я вам скажу, что по ряду проверок, по результатам прокурорского вмешательства были возбуждены уголовные дела в отношении виновных лиц. Ряд уголовных дел уже направлено в суд. При этом, обращая внимание, что мы вносим и иски, и регрессные иски к должностным лицам, чьими действиями был причинен ущерб государству активно. И мы будем продолжать это действовать. «Главное в деятельности прокуратуры – это не наказание, а устранение фактического правонарушения и восстановление нарушенных прав граждан», – подчеркнул исполняющий обязанности прокурора республики Санал Бахенков. Он отметил, что ведомство ведет постоянный мониторинг СМИ и интернет-ресурсов и реагирует на сообщения о правонарушениях. В поселке Правокубанский прошла загрузка грузовых машин питьевой водой. Всего 20 тонн передадут участникам специальной военной операции на территории Украины. Помимо этого, вода будет доставлена и в военные госпитали. «Сегодня отправляем две машины. По поступающим данным, есть необходимость в воде, поэтому и было принято это решение», – отметила заместитель главы администрации Ужигутинского района Светлана Лещенко. Она также добавила, что в районе активно ведется работа по сбору гуманитарной помощи военнослужащим. Инициатива была проявлена ЗАО «Известняк» Барлаков Шамиль Мухтарович, руководитель, генеральный директор этого предприятия. И они оказали гуманитарную помощь в виде питьевой воды 20 тонн. 20 тонн будут отправлены в несколько этапов. Сегодня мы отправляем две машины. Мурат Алибиевич Лайпанов, глава нашего района, благодарен за эту инициативу, руководству и всем, кто работает на заводе «Известняк». В Черкесске на территории Центрального парка в ходе реставрационных работ была обнаружена необычная находка – склеп с захоронением. К строителям присоединились археологи и краеведы. После нескольких дней изыскательных работ ими были сделаны предварительные итоги. Какие узнавала шерифат Лепшокова. Около недели археологи и краеведы изучали это место. Центральный парк, где проводится масштабная реконструкция, привлек внимание ученых не случайно. Около 200 лет назад здесь располагалась Покровская церковь. И, как водится, при ней был погост. С 1843 по 1910 год здесь были похоронены 27 человек. Среди них первый пристав Карачая Николай Петрусевич. Четыре казачьих генерала, священники и южоны, почетные жители города, внесшие вклад в развитие Баталпашинского округа. Краевед Андрей Печенкин – коренной житель Черкеска. Потомственный казак. Он хорошо помнит, как в 1980 году здесь, на территории парка, проводились изыскательные работы. И он был свидетелем тех событий. Сегодня, спустя больше чем 40 лет, он вновь здесь. Прежде им была проведена большая работа по восстановлению всех 27 имен почетных горожан, похороненных на территории нынешнего Центрального парка. Обнаруженный склеп из хорошо сложенного кирпича был тщательно исследован учеными. Подобного рода сооружения возводились для людей, имеющих определенный социальный статус. По предварительным данным, найденные останки принадлежат женщине около 70 лет. Возможно, жены священника. Ее имя пока неизвестно. Эти останки были изъяты. Изъяты, переданы казакам. Сейчас они находятся у казаков. Для решения дальнейшего вопроса, куда их перезахоронить. Мое мнение такое, будет правильным, если эти останки будут перезахоронены в ограду нового Николаевского собора, который восстановлен сейчас на другом месте, на площади Кирова. Поскольку эти люди были удостоены высокой чести быть погребенными в ограде. То есть, если быть последовательными, они должны сейчас находиться в ограде собора. Их достоинства никто не имеет права оспорить. Перезахоронение в ограде церкви, убежден краевед, будет способствовать сохранению исторической памяти. Шерифат Лепшокова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильные с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер северный 5-10, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер северный 5-10, температура ночью 13-15, а днем 25-27 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. Котибориозер плюс. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Как найти счастье в выбранной профессии? Получить реальное образование и стать крутым специалистом? Ставропольский кооперативный техникум. Знания с нами. Будущее за тобой. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Продолжаем выпуск. В Доме печати прошла презентация двух изданий. В первом авторах Медошорова под названием «Благодарю тебя, жизнь» собраны произведения о любви к родной земле. А в сборнике Салтахана Аджикова «Забавный сундук» много увлекательных рассказов о честности и доброжелательности к людям. Страницы новых изданий перелистал Мураджан Кезов. Народный писатель Карачаева-Черкесия Ахмед Шоров является автором 20 поэтических и прозаических книг. В его новой книге «Благодарю тебя, жизнь» написанная на черкесском языке собраны лучшие произведения автора. В первой части книги ярко выражены рассказы о великих людях черкесского народа, героях Советского Союза, героях социалистического труда, лауреатах государственных премий. Во второй части собраны произведения и стихи о родине и дружбе народов. Я очень стараюсь укрепить эту дружбу с народами, которые живут у нас в республике и с русским народом. Почему? Потому что все наши заслуги связаны обязательно с русским народом. Вот, например, в газете «День республики» я опубликовал такие публицистические статьи, как «Шоран Ногмов и Пушкин. Встречались ли они?» Это одна статья. И вторая статья – «Черкесченко. Жена русского царя». Эти статьи вошли в книгу, которую сегодня презентуют. Еще одна презентованная книга, написанная на ногайском языке – «Забавный сундук» Салтахана Аджикова. В нее вошли произведения, предназначенные для среднего и старшего школьного возраста. Вниманию юных читателей предоставляются уникальные рассказы, которые нацелены на формирование таких качеств, как честность, доброжелательность, сострадание и любовь к родине. Все рассказы, которые вошли в эту книгу, они были напечатаны в разные времена и на русском языке, переводе, и в моем, и других этих авторов. Ну, например, здесь вот, в газете «День республики» когда-то выходили мои рассказы, которые вошли в эту книгу, в Альманахе, Ставрополье, в Ростове-на-Дону, в журнале «Дон», в Москве. На мероприятии была озвучена такая деталь. За последние два десятилетия Республиканское книжное издательство впервые выполнило план работы за первое полугодие. Выступившие отметили огромную заслугу в этом деле нового директора Розы Боинсузовой. Я уже 15-х годов работаю в издательстве. Не было такого случая, чтобы все запланированные книги вышли в первом полугодии. А в данном случае все вышли уже. Понимаете, как это? Это я вижу только заслуги нашего директора. Последние две книги – это завершение госзадания. Мы план выполнили на 22-й год. Так что, конечно, впереди больше планов. Надеемся на лучшее издание. Мы хотим издавать качественную литературу, которая пройдет и союз писателей. В начале июня книжное издательство уже представило читателям два поэтических сборника. Наталья Тесленко «Роняет липа листья золотые» и Махмуда Кубанова «Цветок и змея». Мурат Ченкиозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. В колледже индустрии питания, туризма и сервиса были вручены долгожданные дипломы выпускникам. Вчерашние студенты получили профессии, с которыми теперь они готовы к серьезной взрослой жизни и могут продолжать обучаться в высших учебных заведениях. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. Одновременно радостный и грустный день для выпускников и их преподавателей. Они собрались перед техникумом и вот-вот получат долгожданный документ. Сколько же сил, терпения, заботы и внимания потребовалось студентам и их наставникам, чтобы этот день наступил. Сегодня ребята получают советы на путстве и, конечно же, дипломы. Они закончили успешно обучение и теперь стали высоко квалифицированными, конкурентоспособными специалистами. Я думаю, что в нашем учебном заведении стоит учиться. Почему? Потому что наши выпускники практически трудоустраиваются все. Почему? Потому что мы готовим специалистов только для работодателей в сфере общественного питания, торговли, туризма, которые очень хорошо развиваются в нашей Карачао-Черкейской республике. Зарина Исакова училась все три года на отлично и участвовала в активной жизни колледжа. Сегодня ей особенно грустно расставаться со своей альма-матер. Очень волнительный и в то же время радостный день для нас всех, для выпускников колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Еще один этап в жизни пройден. Начинается совсем взрослая жизнь. У всех поступление в высшие учебные заведения и дальше. Очень счастливые годы, наполненные эмоциями, моментами. Это учебное заведение осталось для меня очень родным. Ребята покидают техникум и уходят в свободное плавание. Для них это второй дом. Это ступень в успешную карьеру. Первая специальность – путевка в жизнь. Волнения немного. Как-то неожиданно. Очень приятно. Буду очень сильно скучать по этому колледжу, по людям, с которыми я училась, по своему куратору. Было сказано много теплых слов, добрых пожеланий от преподавательского состава. Студенты благодарили колледж, дарили свои яркие выступления и не могли сдержать слез. Альбина Курочинова, Кенджи Валек Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова